...со мной, чтоб успокоился. Я говорю, не переживай. На, ставь, вот, держу тебя. Принесим наушники? Сто месяц. Посмотрите, ты видел, что я свое слово не держал? Ты видел, что я свое слово не держал? Не, видел или нет? Ты видел, что я свое слово не держал? Не видел этого? Я жим тут отзем, я дошел. Подожди, переводишь? Да, да, девушка, можно, просто путь держать. Будет мстить. Я жм тут отзем. Я жм тут отзем. Девушка снимать на английском языке она будет переводить. Вот девушка снимать, прямая трансляция, пусть записывай. Девушку снимайте, вы тоже. Первым я слышу, что Азербайзан Холок, Собавчий Зафар Байравовну, все это обращается. Я сейчас на Тибазанском скажу. Своим, вам на русском. Азербайзан Холок на обращение. Я считаю, что, наши милеты, холок, в земле, в земле, в земле, в земле, в земле. Я слышу, что, наши мечты, в стране, 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 в стране. Ученик гад. Мы вернемся в стране. Суббитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 никаких улик и прокурору и адвокату приносить и другие потому что этим доказательством или уликами я должен их отпустить потому что они незапонно содержатся я вижу что ребята хорошие они не виновны их оклевитали а сейчас данный момент я вижу его здесь по его действиям что этот человек или получил хорошее давление или хорошую финансовую поддержку со стороны армян как я это говорил москву лобби потому что заинтересованы здесь чисто армянского армянского лобби из-за того что я участвовал в нагорном карабахе ветеран второй карабахской войны есть человек сам потерпевший утверждает что ему представлялись адом откуда они пришли мои военные фотографии откуда они поняли что это я господин министр ветеран второй карабахской войны тоже интересно этот момент почему с 8 марта 2021 года то этого нарушение преступления меня в аэропорту украины задержали на паспортном столе допрашивали три часа и спрашивали про нагорный карабах из-за того что почему я приехал оттуда и кому приехал и почему я участвовал в нагорном карабахе в войне эти вопросы никто не имеет права мне задавать задавали я им ответил я показал свое место я не собираюсь кого-то понять или что-то еще я мужчина который уплывает лично всевышнего Аллаха на своих братьях мусульман и так что у нас сердцах знают только всевышний Аллах сокровенное позволено знать только всевышний Аллах а то что здесь вы видите это просто цирк со стороны судебной системы украины цирк со стороны прокуратуры потому что их не поведение это полностью проявляет о том что они сами свои законы крутят как хотят потому что ни один закон по закону не было вручено потерпевшим который меня обвиняет в таких статьях не было вручено заложено показания него не подписывался об этом не было установлено его личность они по какому-то вайберу вытаскивает его нарушать все мои законы продлевает мои санкции и 8 месяцев не проводят суды без нас проводят суды без перевозчика без потерпевшего и хотят какой-то судебной системы украины говорят я не вижу судебную систему я вам открыто говорю столько ребят столько людей страдает из-за такой системы когда им выгодно когда они понимают им заплатили ли говорят закрыть там они закрывают и потом говорят что человек через 15 лет невиновен и опускают они ломают судьбу людей я не позволю что мою судьбу они сломали это еще я это не позволяю на последнем бороться это последний доказать свою правоту и в том что и я ни в каком уголовном ответственности не имеют дела и здесь политически чисто за то что ветеран второй карабахской войны разговоре что меня хотят оклевать оклеветать я этого добьюсь потому что все факты этого показывает потому что не было сделано не допросами я просто меня просто за хоть из моего присутствия просто закрыли в машине потом отвезли в отделении закрыли без меня были проведены без разрешения суда проведенные обыски в машине в квартире ни на одном я тогда то что они подбросили одном не на том нету ни отпечатка пальцев не гулять у него него самоинвестера нету днк хочу перейти к тому что было подделано документ со стороны прокуратуры, где мы это тоже указали, но все равно на это глаза закрывают. Хочу отметить о том, что со стороны прокуратуры была нам сшита тяжкая статья по четвертой части за крупную сумму денег и за побоев сильных, но нет никаких побоев и нет никакой крупной суммы денег. Они говорят о каком-то часах, часы, которые паспорта нет, документов нет, часы не заезжали в страну, нет доказательств, заведения не было, смотрели видеоматериалы, все улики, ничего нет. Говорят о каком-то телефоне, телефона тоже ничего нет, он сам восстанавливает свой iCloud и начинает на то же 9 число делиться в своих соцсетях какими-то вещами. Но это тоже доказано, но на это закрывают глаза. Я не понимаю, куда смотрит правительство, я понимаю, что в данный момент война идет, но мы год и 6 месяцев сидим, я прошу определенно правоохранительные органы, это СБУ, ДБР, СБУ, президент Зеленского, Министерство иностранных дел, Минюст, по правам человека Украины, дружба народов именно с Азербайджаном, Украина-Азербайджаном, чтобы они вмешались в это уголовное дело и видели сами, что это сшито белыми нитками, и это влияет чисто на дружеские отношения Азербайджана и Украины из-за тех людей, которые в этой системе коррупционеры сами коррупцию берут и которым выгодно поссорить две страны. Я говорю, давайте не будем попадаться в такие нюансы, чтобы две страны из дружеских народа, которые с постсовета распада Советского Союза подружили, ссорить их между друг другом, потому что их действия в прокуратуре следователей и судей, это явно ведет к этому. Спасибо. Я хочу, чтобы именно сняли еще... Валерий, пусть выступит. Валерий, выступит.